Очень важно подобрать правильную кисть. И сейчас я покажу вам, как найти кисть, которая обеспечит наилучшие результаты. Даже если вы купите самую лучшую краску, результаты могут не оправдать ваши ожидания. Если вы будете использовать кисть низкого качества, например, как вот эту. Кисти низкого качества склонны оставлять ворс. Так что, потратив чуть больше денег на хорошую кисть, можно в корне изменить ситуацию. В общем и целом, вам нужна кисть, которая будет равномерно распределять краску, а уже от вида используемой краски будет зависеть, какой точный тип кисти вам нужен. Вот у этой кисти синтетический ворс. Такие кисти предназначены для нанесения красок на водной основе, так как они не впитывают влагу. Но если вы используете какие-либо толстослойные краски или алкидные и масляные краски, тогда вам нужна кисть с натуральной щетиной. Такая щетина достаточно прочная, чтобы захватывать толстослойные покрытия краски и не оставляют следов. Кисти бывают различных диаметров, от 1 дюйма до 6 дюймов в ширину, так что вы можете окрасить поверхности разных площадей. Для окрашивания труднодоступных мест, таких как края молдингов, стоит взять кисть с косым срезом. Мы рекомендуем кисть с косым срезом от Benjamin Moore. Ребята, вы будете поражены, как эта маленькая феленочная кисточка улучшит ваши навыки по нанесению окантовки. Вы поймете, что правильная кисть не только обеспечивает отличные результаты, но и упрощает вашу работу. И хотя хорошая кисть стоит чуть дороже, если вы будете правильно с ней обращаться и ухаживать за ней, она прослужит длительное время. Так что, если вы хотите получать покрытие отличного качества, приобретайте кисти от Benjamin Moore, доступные в широком ассортименте размеров. Продолжение следует...